Девушки отдыхают Осия, ему вроде стало лучше Лучше, лучше Смотри, настроение хорошее Он оживился И жар спал Я принес вам горячего Давай я возьму его Как он оживился Осия Как мы дошли до этого? Доброе утро Доброе утро Доброе утро Как у нас сегодня с самочувствием? Сегодня лучше Отлично Померяем температуру, госпожа медсестра Очень хорошо Температура спала Правда? Как хорошо В таком случае мы отпускаем тебя домой Мы можем выписать больного Спасибо, господин доктор Всего доброго Не болейте Господин Ильяс Давайте выписку оформим Господин Ильяс Давайте выписку оформим Дешевая кокетка Прилипала Засия Вы снова так и уйдете? А что-то изменилось, Ильяс? Кое-что точно не изменилось Наша с тобой любовь Разве вчерашняя ночь не была прекрасна? Мы втроем В одной комнате Для тебя это ничего не значит? Значит Ну Так все и останется Ильяс Нам нужно время Случилось очень много чего обидного Я теперь боюсь Я хочу наладить свое новое будущее Вместо того, чтобы Мучиться с одними и теми же проблемами Я очень надеялась на тебя Очень многого ждала от тебя Это была большая ошибка Я теперь понимаю это Мы доедем на такси Оставим этот момент вот так Не будем портить его Музыка 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Здравствуй. Что случилось, господин Джимшит? Ты не спрашиваешь, как мой гриб? Не закрыл дом на карантин? Уже не нужно. Мальчик заболел. Да ты что? Они в больнице. С ними, Ильяс. Он заболел, как только ты ушла. Я тут же подхватил его и повез Кассия на свадьбу. Там произошло кое-что неприятное. Я не могу сейчас звонить, чтобы не ставить ее в трудное положение. Послушай, может... Ты бы... Конечно, конечно. Я поняла. Сейчас позвоню. Алло. Госпожа Мариаман, это адвокат Туфан. Вы превысили срок, который вам дал мой клиент. Мы не можем больше ждать. Завтра я подаю в суд. Скажи Ильясу, чтобы он сломал себе шею. Я никому ничего не скажу. Это мое окончательное решение. Не расстраивайся, Мариаман. Это адвокат? Говорит, это последний день. Ильяс. Мне нужно с тобой поговорить. Ты не занят? Нет, не занят. Приходи в наше кафе. Вы приехали. Я очень рад. Что случилось? Что с Мехметом? Он в порядке. Температура спала. Давай мне его. Идем ко мне, мои наглядные. Идем, идем. Ну, надо же. Ты вырос за одну ночь, малыш. Вырос за одну ночь. Молодец. Молодец. Пошли скорее. Пошли, пошли. Жемшит. Прости за вчерашний инцидент. Я не поняла, как это случилось. Да неважно. Я просто не хотел ехать в клинику, не предупредив тебя. Конечно, ты все сделал правильно. Но это Ильяс. Он тот еще ребенок. Ладно. У меня в городе дела, у Мариаман дома. А день Мехмета потеплее. Не радуйтесь, что он выздоровел. Не раскрывайте его. Да нет. Я хотела прогуляться с ним по снегу с голыми ногами, чтобы окончательно добить. Я слишком лезу в ваши с Мехметом дела, да? Я пошутила. Мехмета очень повезло, что он познакомился с тобой. Что еще может желать ребенок? Мехмета. Мехмета. Девушки отдыхают. Вы плохо поступаете с госпожой Марьяман, Ильяс. Ты и в это будешь сувать свой нос? В благодарность за то, что Марьяман в свое время сделала добро для твоей сестры и ее ребенка, ты отправишь ее в тюрьму? Дело касается ребенка, господин Жемшит. Тебе не понять. Моя сестра мать ребенка, а я дядя. Я понимаю, понимаю. Но разве это не грех? Разлучать маленького ребенка с теми, кого он считает своими родителями? Вы совсем не ставите себя на место этого ребенка. Что это за любовь к детям? Разве можно быть такими жестокими и эгоистичными? Мало того, вы угрожаете женщине, которая не позволяет вам совершить это злодеяние. Разве так можно? Он был тут. Кажется, уехал. Милый, ну что поделать? Давай поторопимся. Сейчас не время ознакомиться с типом, который тебя сбил. Я его сейчас прибью. Ты этого хочешь? Не говори глупостей. Он очень добрый человек. К тому же, ты знаешь, как гуманно он отнесся ко мне. Он очень огорчится из-за меня. Ты, наоборот, должен благодарить его. Очень легко читать нотации. Послушай, я должен вернуть сестре ее дочку. И пусть Марьяман будет любезно понять нас. Ты не можешь отдать ребенка чужакам, позволить ему привязаться к ним, как к родным, а потом сказать, я передумал, я забираю его. Ты не можешь не считаться с людьми, которые вложили столько труда. Любили ребенка, как родного. Это жестоко. Так нельзя. Ильяс, наш ребенок заболел. У него жар. От тебя вот что забудет. Что ты за отец? Этот человек любит Мехмета, как родного. Он испугался, что у Миму жар. И даже привез его сюда. Он думал только о его самочувствии. А ты? У тебя отчествело сердце, Ильяс. Марьяман готова сесть в тюрьму. Она опустила руки. Говорит, пусть делают, что хотят. Не поступай так. Не делай этого. Господин Жемшит. Я... Насчет вчерашнего. Я вчера перегнул палку из-за выпитого. Прошу прощения. Доброе утро, мама. Как Сибирь? А как она может быть? Она рвет и мечет. Я теряю сознание от ее дурного характера. Больной человек должен быть тише воды, ниже травы. Тут пришли. Добро пожаловать, Хелин. Здравствуйте. Здравствуйте. Она не обделяет нас вниманием. Ну ладно, дочка, я потом тебе перезвоню. Приятно поговорить. Ну все, милая. Все, пока. Хорошо. Потом созвонимся. Проходите. Как ваши дела? Спасибо, держимся. Конечно, не обделяет вниманием. Ах, мамочка. Когда тебе выгодно, ты прикидываешься такой дурочкой. Большое спасибо. Спасибо за беспокойство. Всего доброго, госпожа. На твои операции было так же. До свидания. Спасибо. Нам сообщали о каждом шаге операции. Хелин, не стоило так утруждать себя. Мы очень признательны вам. Мы достаточно утомили тебя. Какая была необходимость? Ну что вы. Ни в коем случае. Сибель, я заодно поговорила с твоим врачом. Он сказал, что ты поправляешься. И скоро встанешь на ноги. Не знаю. Мне так не кажется. Не стоит зря надеяться. Смотри, целыми днями вот так. Что за разговоры? Когда ты так говоришь, я тоже падаю духом. Сибель, перестаньте, пожалуйста. Послушайте, вы устали, конечно. Нервы расстроены. Выше нос. Это и расстраивает мне нервы. Она целыми днями рыдает в три ручья. Зачем вы ссоритесь? Она пьет мою кровь. Все нервы вымотала. Из-за всего выходит из себя. Она не выздоровеет с такими-то нервами. Быть этого не может. Послушайте, вам необходимо поднять настроение. У меня предложение. Поедем прогуляться. И Сибель немного отдохнет. Я привезла ей кипу журналов. Они посидят с медсестрами. Поехали прогуляемся. Не шанташи. Но я не знаю. Мама, умоляю, поезжайте. Вы свозите ее, пожалуйста. И не привозите три-пять часов. Прогуляйте ее. Идемте. Ну ладно. Этот тип простой, как песня. У него душа нараспашку. Как кремень. Меня это еще больше бесит. О ком ты? Об этом Джимшите. Джимшит. Как кремень. Как повзрослеешь, будешь таким же. Слушаю, господин Туфан. Господин Ильяс, что будем делать с этой госпожой Марьяман? Мне запускать дело? Давайте-ка пока попридержим коней. Не обращайтесь в суд. Ладно. До встречи. Ты передумал разводиться? Нет. Это особая тема. Посмотрим, что скажут на первом заседании. В конце концов, я хочу забрать своего сына. Но Асией не думает возвращаться. Ладно, посмотрим. Сейчас есть другая забота. Тут еще сложнее. Какая забота? У Нормин есть дочка. Это невероятно. Она отдала ребенка на воспитание. Ей 4 года. Да ты что? Да. Тетя, что с тобой? Ты сама не своя с самого утра? А что со мной может быть? Все нормально. С вами сегодня что-то не так. Надеюсь, к добру. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Да, слушаю. Машина приехала. Здравствуйте, Тимареман. Привет. Да, конечно, конечно. Приезжайте, поговорим. Да, да, завтра. Завтра будет очень удобно. Хорошо, доброго дня. До свидания. Отличные новости. Веб-сайт тут же принес пользу. Завтра приедут из туристического агентства. Посмотрят наше кафе. Если им понравится, они будут привозить каждую неделю группу. Добро пожаловать. Ну вот, твоя мама теперь решит денежные проблемы. Привет, Асия. Как дела? Отлично, спасибо. Дорогая, мы решили заехать и попрощаться перед отъездом. Еще мы волновались за Мехмета. Мехмед в порядке, не волнуйтесь. Простите, что мы испортили вам свадьбу. Да забудь, такое бывает. Они так сильно напились, что все равно ничего не помнят. А так, ночь была потрясающей. Ну, а вы что будете делать? Куда едете? Умер снял в Стамбуле восхитительный отель. Мы проведем в Стамбуле 10 дней. Хорошо отдохнуть. Любимая, давай поедем, пока не поздно. Не будем тратить наш первый день на дорогу. Ты обещал, что мы не будем торопиться, Умер. Ты видела? Уже в первый день начала ворчать. Будьте счастливы. И цените друг друга. Спасибо, подружка. До встречи. Пока. Когда беретесь, позвоните. Хорошо. Ладно, пока. Ни в коем случае не забудьте. Значит, туристы приедут? Да, я сказала, если им понравится место, они каждую неделю будут привозить группу. Хочешь, я найму группу аниматоров? Вы с Мариаман наденете национальные костюмы, а я надену на голову феску. Чего ты смеешься? Мне не пойдет феска? Пойдет, еще как пойдет. Проходи, любимая. Я умираю. Мои ноги. Теперь меня три дня, никто не выкурит из этой комнаты. Я сделаю ванну с пеной и буду купаться. Ладно, милая, отдыхай. А я спущусь вниз в лобби и посмотрю почту. Ладно? Давай, только не задерживайся. Постараюсь. Привет. Как дела? Пойдет. Ну, как проходит медовый месяц? Хорошо. Мы счастливы. Салиха как раз в ванной. У меня много времени. Я удивился, когда получил сообщение. Ясно, ясно. Прошу. Это вам подарок на свадьбу. Это... Что это за купчая? Это магазин в Шишли. Прямо на проспекте Абиде и Хюриет. Если сдавать, то он приносит шесть тысяч лир. Зачем ты сделала мне такой крупный подарок? К тому же я подумываю уволиться. Что ты опять задумала? А ну-ка, расскажи мне. Выкладывай, Хелин. Благодарю. Спасибо. Пей, пей. Мой рассказ на трезвую голову не выдержать. Ладно, рассказываю. Слушай внимательно. Но для того, чтобы мои планы смогли осуществиться, ты должен помочь мне своей убедительностью в одном вопросе. Понял? Я знаю, я пару дней была холодна с тобой, но у меня были на то причины. Теперь слушай. Десять дней спустя. Мама только о тебе и думает. Прошу тебя, съезди в Тамбул. Повидайся с ней. Я не хочу, Ильяс. Не настаивай, пожалуйста. Сестра. У нас скоро будут новости насчет Гюли. Не расстраивайся, пожалуйста. Мой поезд давно ушел, Ильяс. Он теперь на другом конце света. Очень далеко. Ладно, я пошел. Еще нужно заехать за Хелином. За Хелин? Она тоже поедет. Да, ей там нужно. К врачу. А что с ней? Я сам толком не знаю. Ладно, пока. Береги себя, хорошо? Поберегусь. Поберегусь. Зафер, у меня к тебе просьба. Поберегусь. Стой, стой, не торопись, давай я помогу. Спасибо. Спасибо. Держись за меня. Кто там? Держись за меня. Держись за меня. Нармин. Нармин. Нармин, без проблем. Не открывай дверь. Это не важно. Нармин. Нармин. Ты хотя бы оглянись, чтобы я посмотрел на тебя. Хотя бы и так. Отлично. Раз не хочешь оглядываться, я подожду, пока ты этого не сделаешь. Вот так. Вот так. Так, бросай на меня взгляд. Пусть и через окно. Тихо. 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 Стоять. Тихо. Тихо. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Я говорю, что с делами туго. Я еще другим домашним не дал на Новый год. Держи. Ты глава той семьи? Поразительно. Оставь их, пусть делают, что хотят. Приехали. Они моя семья. Ты знаешь, сколько трудов они в меня вложили? Не знаешь. Ты мало вкалывал на их кошелек столько лет. Это Ильяс должен платить тебе за труды. Видишь ли, они находят где-то кучу денег, чтобы лечить Сибель в навороченной больнице. Омер тоже как сыр в масле катается. Они все бросили тебя в прогнившую мастерской и ушли. А мы концы с концами еле сводим. Омер устроил мерзкой Салихе двойную свадьбу. Повез отдыхать в Стамбул в медовый месяц. Она ж как дурачок, только и думает о том, чтобы отдать им последние копейки. Ну надо же. Все, замолчи. Прекрати трещать. У меня есть деньги. Я сниму со счета. Какие у тебя могут быть деньги? Почему я как жена не знаю об этом? Если хочешь, сделай им общий счет. Будешь снимать, когда тебе понадобится. Нет, что я буду делать с твоим счетом? Не нужно, спасибо. Двадцать тысяч лир? Ну и ну. Тратам не будет конца. Мне жаль тебя, господин Тахир. Вы только посмотрите. Господин молодожен, вы покорили Стамбул? Я бы сказал, что скорее покорил все магазины. Клянусь, если меня спросят, где я провел медовый месяц, я скажу, что в торговых центрах. Какой-то кошмар. Ну? Как же дело в мое отсутствие? Все было в порядке. Я подбивал счета за год. Последний месяц был супер прибыльным. Ильяс здесь был все время. Ты в курсе, он теперь занимается делами. Мне ли не знать? Ты не знаешь главных новостей. На днях приходила Хелин. Она странно выглядела. Потом она села и неожиданно потеряла сознание и упала. Мы все были в шоке. Но Ильяс поскорее забрал ее и увез. В общем, они вели себя очень подозрительно. А она, случайно, не беременна? Откуда мне знать? Ильяс молчит, как рыба. Хорошо, а ты разговаривал с Хелин в Стамбуле? Да нет, что ты? Какой там разговаривал? Она даже на мои звонки не отвечает. Ты сам видел? Она на день свадьбы просто послала букет цветов. Могла бы потом позвонить, поздравить. Куда уж там? Не знаю. А когда я звоню ей домой, прислуга говорит, что Хелин отдыхает. Вот-вот. С ней что-то не так. Или она больна, или еще что-нибудь. Но что? Нужно узнать, что с ней. От нее зависит наше будущее, правда? Господин Ильяс, а мы о тебе сплетничаем. А еще говорят, что девушки сплетницы. С приездом. Ильяс, расскажи, что там на самом деле происходит. И мы не будем о тебе сплетничать. Что происходит? Что у Хелин со здоровьем? Она постоянно падает в обмороке. Вы пока ее не трогайте. Я поеду к матери в Стамбул. В мотошколе перед Новым годом будет запись. Нужно собрать оплату. Займись этим умиром. Ладно? Ильяс, мы тоже имеем право знать, что происходит с Хелин. Ладно, ладно, я скажу. Еще поговорим. Мне пора. До встречи, друг. Зачем он едет в Стамбул с этой женщиной? Хелин выглядит очень плохо. Посмотри. Это точно. Будешь? Да. Я тут подумала. Новый год уже на носу. Устроим вечеринку у нас дома в кругу друзей. Позовем Ильяса, Тахира, Джема. Вечеринку? Хорошо, но мы и так устраиваем вечеринку в кафе. Там все исправим. Мы можем провести один день дома. К тому же я знаю, какие вечеринки в том кафе. Куча парней напьется пиво. Не стоит. Отпразднуем дома. Ты позовешь Ильяса, Тахира, Джема. А ты позовешь Осие, да? Только я тебя предупреждаю. Ильяс с Хелин, рука об руку, улетели сегодня в Стамбул. Будь в курсе. К тому же их отношения приняли иной оборот. Хелин теперь даже не здоровается с нами, когда видит. А сестра и мама господина Ильяса живут в доме Хелин в Стамбуле. Ты шутишь? Нет, правда. Я и так не знаю, придет ли Осие. Особенно так поздно. Ты все равно позови Ильяса. Ладно, посмотрим. Итак, вы готовы? Я сообщаю официальные данные. В этом последнем месяце мы получили самую большую выручку. Хорошо, что мы договорились с турагентством. Мне пора ехать. Каждый вечер все та же пластинка. Садись и поужинай с нами, а потом пойдешь. Что ты будешь делать один дома? Поедимся вместе, правда? Нет, пусть каждый знает свое место. К тому же, кто знает, может я поужинаю вне дома. Ты едешь пить? Нет, нет, я просто еду есть печень в ресторан. Я не буду пить спиртного. Ну как же, как же. Молчи, не смущай человека. Чего тут смущаться? Джимшит не ребенок. Вдобавок, что тут такого? Мой папа каждый вечер пьет стакан рака. Главное, знать меру. Сынок. Трудно быть одиноким. Тяжело. Нет, холосяцкая жизнь это кайф. По крайней мере, никто не капает тебе на нервы. Не скажи, дочка, не скажи. Человеку кто-то нужен. С тех пор, как вы переехали сюда, моя жизнь стала гораздо веселее. Иначе я бы сейчас сидела дома совсем одна. Кто это так поздно? Алло, Салиха? Как дела? Вы вернулись из отпуска? Вернулись, вернулись. Как он прошел? Расскажи. Как во сне? Асия, я на Новый год устраиваю дома вечеринку. Приходи с утра пораньше. А вечером останешься у меня. Я расскажу в подробностях. Приехали. Что значит, буду занята? Асия, кто придет на Новый год к вам в такую глухомань? Приезжай сразу, как закончишь дела. Или я обижусь. Ладно, милая. До встречи. Айчат. Купи подарок в Новый дом Салихи Омера. Нельзя идти с пустыми руками. Я не хочу идти к ним в гости. Почему? Ну, не знаю. Там будет Асия. Нет, Асия не придет. Не думаю. Сходим, повидаемся с друзьями. Ты сменишь обстановку. Поедим, выпьем. Немного повеселимся. Говорят же, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Посмотрим, правда ли это. Была бы у меня возможность возить тебя куда-нибудь почаще. Я тоже этого хочу. Ты бы мечтала оказаться на Новый год в Париже, правда? Я знаю. Потерпи. Но мы хотя бы здесь повеселимся. Ты и Париж. Незабываемый бы был отдых. Ты бы тянул на берегу реки дешевое вино и молча смотрел на воду. Омир, стереосистема потрясающая. Да, мне тоже нравится. Слушай. Гитара будто в комнате. Проголодавшиеся могут перекусить. Буфет открыт. Салиха, сколько ты всего наготовила? Омир, мы нашли тебе прекрасную жену, правда? Высший класс. Ильяс, открой дверь. Это, наверное, Тахир. Омир, идем, откроем с тобой вино. Хорошо. А Салиха сказала, что ты не придешь. Я могу уйти. Сынок, иди к папе. Ты скучал по мне? Ну-ка, рассказывай. Ни о чем подобном я не смел и мечтать. Я очень расстраивался, что мой сын встретит Новый год без меня. А я думала, что ты в Стамбуле. Я знаю. Если бы ты знала, что я тут, ты бы не пришла. Но Салиха нас обоих обманула. С чего бы мне не прийти. Смотри, какие ведьма Салиха прилагала усилия, чтобы снова свести нас. Ну, тогда из уважения к ней притворимся, что у нас отличные отношения. Чтобы не расстраивать ее. Правда? Только ради нее. Сынок, пошли в комнату. Там очень весело. Идем. Эй, народ. Пришел 2012-й. Мой малыш пришел. Смотрите, пришел новоиспеченный младенец. Ласточка, добро пожаловать. Пришел Новый год, сынок. Сынок поднимет с папой бокал на Новый год. Держи колпак. Как тебе идет? Хорошо, что ты пришла, моя дорогая. Новый год означает новые надежды. Как бы я не злилась на твоего мужа-столопа. Было бы так всегда. Не вел бы он себя как осел. У вас потрясающий дом. Вы со вкусом его обставили. Надеюсь, вы всегда будете счастливы здесь. Спасибо, подружка. Вот увидишь, ты тоже будешь счастлива. Мы твой дом обставим так же классно. Посмотрю, кто пришел. Проходите. Где вы ходите? Пропускаете вечеринку. Мы вас догоним, не волнуйтесь. Добрый вечер. Добрый вечер. Привет. А это скромный презент от нас. Спасибо, Дахир. Привет. Добрый вечер. Посмотри на нее. Пришла как на работу. Это обычная вечеринка. Спасибо. Прошу. Благодарю. Вот таким и должен быть дом. Ильяс, я уложу его. Мне еще кормить его в полночь. Если нарушим режим, он будет капризничать. Асия, отнеси его в ту комнату и уложи. Комната налево. Напитки там, еда здесь. А я иду за горячим. Угощайтесь, чем хотите. Хорошо? Окей. Я пришел. Добро пожаловать. К вечеру усердно готовились. Что вы сделали к празднику? Небось, целый день готовили. А я поставил новое оборудование в бассейны. Провел очистку. Теперь они наичистейшие. Мы готовы к Новому году. Вы не украшали дом. Если бы я знал, захватил бы по дороге. Еда готова. Прошу, садись. А где Асия? Она ночует сегодня у Салихи. Та пригласила ее на Новый год. К ней пошла. Надо было ей оставить мальчика. Он затаскует среди чужаков. Кажется, тут затасковал кто-то другой. Ты как в воду опущенный. Подарки там. Приятного тебе аппетита. Стой, господин Джимшит. Останься, пожалуйста. Что с тобой вдруг случилось? Почему ты так расстроился и обиделся? Я же не чужая. Будто я не вижу твоего состояния. Мрямон. Она очень любит своего мужа. Это видно. Когда-нибудь они непременно помирятся. Мы просто взяли их под крыло в трудные времена. И то, что ты подразумеваешь что-то помимо этого... Мне обидно. Господин Джимшит. В следующий месяц и состоится суд. Ильяс давно уже взял другой курс. Его мать и Сибель поселились в доме Хелин. Она взяла их под свою опеку. У Ильяса с ней все серьезно. Так что не на что надеяться. Это не важно. Нас это не касается. Я просто так взглянул. Я лишь хотел вас навестить. А так я... Встречаюсь с друзьями. Увиливай, увиливай. Будто тебе есть кому поплакаться. А если Аси Е протрет глаза и посмотрит, то все увидит. Ах, несчастный. Адрб ecological. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Встречается. ИНТРИКОВОАЮЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»